Шли празднества, посвященные Тезаименицству Блаженнейшего Ануфрия и пятилетию его интернизации на посту предстоятеля Украинской Православной Церкви. На литургии в Киево-Печерской лавре вместе с архиереями УПЦ служили иерархии десяти поместных православных церквей. Все они говорили о поддержке Блаженнейшего Ануфрия и церкви, которую он возглавляет. Мы все гости, которые находятся здесь, для нас другого православия нет на Украине, кроме этого, которое возглавляет Блаженнейший Митрополит Ануфрия. Единственная каноничная православная церковь на Украине – это церковь, которую возглавляет Владыка Митрополит Ануфрия. Это церковь, которая имеет Божию благодать. Мы приближаем, чтобы почетку наше единство с Украинской православной церковью, особенно с Митрополитом Ануфрием, его уверять о нашей искренней любови и поддержке, и помолиться, чтобы скоро решилась эта проблема. Православные из Польши божаем, чтобы Господь давал силы Митрополиту Ануфрию в мире догоденственно право править церковью святою, единою каноничную на Украине. Я приехал для того, чтобы брать парадоваться вместе с паствуей, богохранимой паствуей со всеми Украинцами, которые являются верными, чадами, это имена каноничная церковь. И наша перебывание сегодня тут Creative Commons Все иерархи говорят о каноничности Украинской православной церкви и ее предстоятеля, блаженнейшего Ануфрия. Казалось бы, все эти слова констатируют очевидное, и говорить их не было никакой нужды. Но не совсем так. Они очевидны для всех в православном мире, кроме Фонара. Ведь еще полгода назад глава Константинополя патриарх Варфоломей, претендующий на абсолютное первенство во всем православном мире, официально заявил, что блаженнейший Ануфрий больше не является митрополитом киевским и церкви, которую он возглавляет, больше не существует. Мы сообщаем, что сразу после избрания предстоятеля Украинской Церкви органам с участием духовенства и народа вы с экклесиологической, канонической точки зрения больше не сможете носить этот титул митрополита киевского, который вы так или иначе удерживаете сегодня в нарушении определений официальных текстов 1686 года. Письмо патриарха Варфоломея, блаженнейшему Ануфрию, декабрь 2018 года. А кто же, по мнению патриарха Варфоломея, Украине истинный предстоятель истинной Церкви? А это Эпифани, который не является даже священником, не то что архиереем. И об этом заявляют не в Кремле и даже не в Русской Церкви. А говорит духовный отец Епифания, человек, с которого патриарх Варфоломея в октябре 18-го снял анафему – Филарет Денисенко. В структуре ПЦУ, которую создал Фонар в декабре 18-го года и даровал ей Томас об автокефалии, происходит сейчас событие, которое иначе как позором не назовешь. Филарет Денисенко заявил, что ПЦУ – это структура, подчиненная Константинополю, отказался от Томаса и воссоздал свой киевский патриархат. Это можно было бы назвать расколом, будь ПЦУ канонической церковью. Но поскольку никто, кроме Фонара, в православном мире ПЦУ церковью не считает, «Мы никакие структуры, формированные Константинополем, не признаем», то можно сказать, что в Украине произошел раскол в расколе. 20 июня 1919 года Филарет возглавил поместный собор киевского патриархата, на котором сообщил о возобновлении работы этой структуры и что она выходит из состава ПЦУ. «Мы, как Украинская православная церковь Киевского патриархата, продолжаем существовать и выходим из состава православной церкви Украины. От этой так называемой ПЦУ мы отмеживаемся, это не наша церковь». Теперь, по словам Филарета, в Украине три церкви – Украинская православная церковь ПЦУ и УПЦКП. «В Украине будет уже Украинская православная церковь Московского патриархата, будет православная церковь в Украине, которая имеет томос, но томос обмеженный в подпорядкувании Константинопольского патриархата, и будет существовать третья независимая церковь Украинская православная церковь Киевский патриархат. То не новая, а продолжает свое существование с 92-го года, даже и раньше». На соборе к Филарету пришло только два епископа, но это его не смутило. Он оперативно провел две хератонии, и в Киевском патриархате уже пятеро епископов, а вскоре будет и больше. «Зараз пять, а будет не только 12, а будет и больше». В УПЦ КП заявили, что этой структуре теперь принадлежат все храмы и монастыри Киева, бывшие до того в ПЦУ, а также все диаспорные приходы за пределами Украины. Те самые, которые Фонар, согласно тексту Томаса, уже считал своими. В решении собора выносится благодарность патриарху Варфоломею дословно за попытку решить украинскую церковную проблему. Однако Томас ПЦУ, по мнению Киевского патриархата, не соответствует уставу автокефальных церквей, которым обладают все автокефальные церкви, и поэтому ставит ПЦУ в зависимость от Константинопольского патриархата. Соответственно, Филарет от этого Томаса отказывается. А Томас не такой Томас, который имеют другие автокефальные православные церкви. Не такой. Эта так звана автокефальная церква фактически не имеет прав автокефальной церкви. ПЦУ, в свою очередь, провела свой сенот, в котором не признала Поместный собор УПЦКП. Лишила Филарета Киевской епархии всех храмов и монастырей, однако не признала, что Филарет вышел из ПЦУ. Епифаний по-прежнему считает Филарета своим подчиненным и вправе накладывать на него крещение. Почесный патриарх Филарет залишается в складе епископата Православной церкви Украины, однако втратил каноничные права и обовязки, связанные с управлением епархии. То есть он есть архиерей Православной церкви Украины, и, соответственно, на него расповсюджается дия статутных органов, их решений, статута Православной церкви Украины. Итогом раскола стали первые силовые противостояния и заимущества между ПЦУ и Киевским патриархатом. И Филарет называет тут себя пострадавшей стороной. Мы возвращаемся к государственным органам влады, чтобы они защитили права и свободы верующих Киевского патриархата и защитили нас от этих рейдерских захоплений. В Одессе идет сражение между Киевским патриархатом и ПЦУ за рождественский храм у ПЦКП. Вровно, пока настоятель одного из храмов был на поместном соборе у Филарета, активисты ПЦУ захватили его храм. Идет яростная борьба за Феодосиевский монастырь в Киеве. И все это, похоже, только начало. Трудно предположить, чем закончится сражение между двумя группировками украинских раскольников. Да и едва ли стоит это делать.